Братан, ждем тебя, в Залупинске, айпи, в описании, в описании, в муаху! Как же ты заебал со своими админскими разборками, где ты попускаешь постоянно либо школьников, либо дебилов, либо донатных школьников и дебилов. Так теперь думает, наверное, каждый мой подписчик или же просто зритель. В любом случае, всем привет, я рад вас видеть на своем канале снова. И в этом ролике мы снова будем попускать идиотов, и это все не обойдется без админразборок. Но я отдаю предпочтение в этом ролике больше РП составляющей, чем нон-РП разборкам. А как, а что ты делаешь? А я сегодня буду проводить РП разборки в РП атмосфере, а не в админ зоне. Вы очень часто видите, как я себя показываю в нон-РП разговоре и в знании правил. Зачастую я некоторые из них листаю в момент разговора и нахожу какие-то аспекты, к которым можно будет докопаться, но еще никто нормально не видел, как я разговариваю в РП ситуации, когда пытаюсь отстоять свое мнение. В данном случае вы увидите, как я оспариваю свое увольнение, чтобы остаться на профессии полицейского, не прибегая при этом к админским привилегиям. Думаю, все помнят, как я делал в прошлых роликах. Если меня увольняют, то я просто сразу без разговора в баню человека за ярко выраженный фридемоут. Сегодняшний ролик был записан на сервере GTA RP. IP, группа, а также промокод, возможно, будет в описании. Залетайте! Помимо всего этого, в своем телеграм-канале я периодически выкладываю записи с треками, которые я использую в своих роликах. Поэтому, если вам понравились некоторые саундтреки из видео, то вы можете их найти у меня в телеграм-канале. Ссылка тоже в описании. Я, кажется, знаю, куда... Да, не-не-не, я сейчас, кажется, знаю, куда я пойду. Как раз за минуту, думаю, кто-нибудь да найдется. Ну, если что, пишите, мы вам помоем. Хорошо, хорошо. Делаем таким образом. Как в прошлом ролике, я все же собирался пойти в казино. Но минута уже пройдет, ребятам надо будет расходиться по домам. Но если они не разойдутся по домам, то не сядут все в тюрьму до одного. А, они уже приехали пораньше сюда меня. Да, конечно. Я, наверное, опоздаю, да? Здравствуйте. Почему не дома? Время комендантского часа. Имею право находиться здесь, в общественном месте. Комендантский час требует нахождения дома. Да, да. Станьте лицом к стене. Ты должен находиться сейчас. Но у меня нету дома. Что делать, если у меня нету дома? Вы будете арестованы за то, что не находитесь дома во время комендантского часа. Комендантский час требует нахождения дома. Все в порядке. Да, это ты ему точно так же говорил. Ну и все. Общественное место, типа, он может, например, на вокзале переждать. Но никак не в казино. Да, здесь покатаем. Давай, 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 давай. Суета. Суета и хуета. Поехали. О, Астаси тоже тэпнули. Ух, блядь. Все, там уже чел начал помогать Саклану. Погнал, да? Да, ну ладно, помогайте. У, блядь. Арестовывайте их. Арестовывайте. С каких пор где-то баскетбольная площадка этот двой дом арестовываете. Каждого до одного. Потаплял у него. А, что это, что это, что это? Не трогайте, что это, не трогайте, не трогайте его. Я, 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 о, какой. Не трогайте, не трогайте, не трогайте его. Лежать, 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 блядь. с но он сидел специально чтобы царя он повязали у него вот так херня это все злого чтобы он не могли посадить молодец может показать стоять стоять раз стоять 2 не имеешь нелегально вооруженном больше арестован за то что не думал время комендантского вот мы будем да 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 не хочет а ну сейчас туда по аллее пройдут ну да тут никого нету так чем там пожаловался на меня или нет пришел вызвал админах начали сразу быстренько тэпат моментально просто ребят понимаете вот в чем прикол когда на одном серваке люди в администраторах с одного клана вот чем это чревато жалобы от игроков со своего клана разбираются несколько быстрее чем от обычного игрока а он мужички какие-то бегут так здравствуйте кто такое здравствуйте а покажите ваши документы пожалуйста ага а вы а я лего документ значок свой покажи беспокойство ухода а вот он один а вы кто подопады к стене становитесь молодой силой и нет в частности любой да сейчас я проверю его нелегального оружия не найдено будь арестованы за то что вы не дома во время комендантского часа можно хотя бы а что у него проверять паспорт? я его полный сделаю да если бы ты был ФБРовцем то у меня бы металлоискатель нашел бы значок твой металлоискатель? да, удачи ебать я выкрутился за 2 секунды буквально значок же металлический ой-ой-ой ух ты ж бля остановитесь опережаю в комментариях любую матерезу которая решит защитить его сказав что я просто так его затазил он играет на профессии которая по правилам может игнорировать ФРРП до 2 или же 3 человек точное число не помню но против меня одного он бы мог спокойно достать оружие и начать стреляться мне же вся эта суета с перестрелками которые будут длиться около минуты возрождения и так далее мне не нужно вот это все я его просто быстренько нейтрализую закую в наручники и посажу за то что он не дома к тому же это тот самый игрок из начала ролика который решил забагаюзить арест сидя на лавочке чтобы он не улетел в тюрьму когда его арестовывают за что за что за что за что я не думал во время комендантского часа я домой шел меня только с тюрьмой выпустили из какой тюрьмы тюрьмой выпустили где расписка ни хуя у тебя нету побежал он в лес прятаться как только ты из тюрьмы выбежал ты побежал в лес прятаться кому ты пиздишь он ревни, бля губ, сука хорошая работа, пойдемте дальше это же тот самый долбоеб который у нас на этой на спортивной площадке сидел а ну-ка в центр в центр, в центр города было бы не было хотя ладно, хуй с ним поехали за город поехали за город там по-любому будет закладчик не куча оп, машина, 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 машина машина там была сзади, ты шо, куда ж ты блядь, мы, наверное, не догоним уже их остановился вылез нахуй из машины чучела, блядь ты шо, блядь оглох к стене, блядь блядь блядь, блядь блядь, блядь, блядь дегенерат дегенерат ща, подождите дэна стромов шестьдесят пять и семь же, да? пять и семь все, отдыхает мужчина моя броня гражданский, здравствуйте вы можете встать он вор можете встать лицом к стене или же вот возле той лавочки остановиться а стойте, вы можете встать почему вы хотите остановить почему вы хотите остановить плановая проверка она нелегал после комендантского часа отлично, спасибо это так не работает а никому не вы не можете без причин проверять человека самое уебанское в работе полиции это когда ты начинаешь кого-либо проверять а другой сотрудник просто начинает тебе мешать особенно когда вот такие вот уникумы решают учить тебе жизни как играть на этой профессии они настолько плотно засели в своем идеальном рп-мерке что начинает своими коррективами тебе ломать твой рп-процесс на разных рп-серваках это регулируется абсолютно по-разному возможно на каком-то серваке и есть правило которое запрещает тебе вторгаться в рп-процесс будучи тоже в рп-профессии пока что это существует в основном только для администрации но судя по вот таким вот имбецилам мне кажется что стоит добавлять правила также для рп-профессии но что в итоге происходит на экране я провожу как обычно свою плановую проверку после комендантского часа на наличие нелегала другой сотрудник полиции начинает намеренно ломать мне рп-процесс после чего идет мэру жаловаться на меня что меня мол нужно уволить а мэр его в ответ посылает к судье чтобы мы с ним провели судебное заседание в ходе которого должно будет выясниться действительно ли я виноват и стоит ли меня увольнять вообще эта вставка будет наиболее долгой потому что весь следующий материал который вы увидите в суде и далее я попытаюсь сделать с минимальным количеством склеек не ну а чё вполне себе справедливо вы как-то давно очень писали под каким-то старым роликом что я уже заебал всех раскидывать в нон рп-ситуациях и разборках с админом ну потому что правила заучить может каждый а хорошо разговаривать не каждый вот теперь то мы с вами и выясним так ли я хорош в разговорном рп все все отлично а не можно не имейте нелегального оружия вы можете быть свободны а вы не имеете права из причины проверять граждане которые не во время не проявляют себя как-либо в криминальной деятельности я это делаю как раз таки для того чтобы меньше таких случаев было когда какой-нибудь долбоеб достает оружие если мне сейчас будешь указывать я просто тебе скажу куда тебе следует идти почему на вы черт лучше за машиной следи а не других жизнью учи лучше на вы обращайтесь на торе а не на ты мы с тобой делаем одно дело так что не вижу смысла в этом ваше удостоверение покажите пожалуйста остановите покажите ваше удостоверение почему он указывает я снимаю это паспорт удостоверение у вас есть удостоверение а есть паспорт покажите ваше удостоверение если вы праве господинка я все же знаю из-за молодого черта здравия желаю и что он будет делать никому бродинить железь не нужен бородам что это такое это бродинить лет но есть деньги на торговлю это моя личная вещь я ее все время не блять на торговле так и не требуется лиц не а то скучно здесь стоят скажи проль здравствуйте тихо дайте выйти здравствуйте не жалоба не жалоба на сотрудниках можем пожалуйста выбрать так погодите пожалуйста а у вас нет инспектора проходите когда да 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 а кстати судья погодите как раз я вместе с ним твой черед давай превышение должностных полномочий прими жалоба на сотрудниках а где превышение это судья это судья пожалуйста у меня жалоба да если судья вывезти что надо уволь я уволю ага хорошо я бы открыл тебе Давид иди все иди в суд здравствуйте судьба подложила мне свинью в виде абсолютно непутевого адвоката я был по уши в дерьме но хоть было чем его хлебать а как то может быть суету вы устаканите и начнете заседание или вы просто воздух погонять пришли не просите заседание мэр добрый день написано кто обвиняет и что случилось обвиняют меня объясни товарищ судья пусть обвиняют тебя вставай сюда вставай сюда садись все всем всем короче садитесь садитесь вставать да закройте дверь я я тут я тут обвинение сторона обвинения сторона обвинения сторона защита вставай вставай ты же адвокат у нас секунду да пойдем на первую садим ладно короче объясняйте что случилось значит у нас так каин слива от нас ну получается я увидела человека подождите да даю слово обвиняемым это 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 совсем недавно был проведен комендантский час по причине повышенной преступности или же проверки на нелегал и так и так нелегал в городе имеет очень большое влияние на счет того что может быть какая-либо перестрелка на лесопилке мы проверяли человека мы по пути на эту лесопилку также задержали человека который не слушался наших приказов и был нейтрализован после комендантского часа обычная нормальная процедура это проводить плановую проверку на нелегал среди тех кто ходит по городу вне зависимости от того идет комендантский час или нет в данный момент я возле мэрии увидел человека который ходит и толкает всем бронежилеты грубо говоря мне это показалось странным я решил проверить его на нелегал возможно у него помимо бронежилетов есть что-то еще что запрещено нашим законодательством в открытом ношении или же даже скрытом буквально в кармане вместо того чтобы вместе со мной обыскать человека первого и второго который стоял вместе с ним который позже ушел с места обыска а сотрудник начал открыто мешать и как-то пытаться меня перебить когда я говорил с человеком которого я обыскиваю в итоге обыска не было найдено ничего кроме бронежилета который был у человека в руках и я его отпустил но тем не менее сотрудник который мне сейчас мешал в данный момент который сейчас находится на стороне обвинения протестую который находится на стороне обвинения, он потерял свой служебный автомобиль, не уследил за ним, оставил его открытым, вследствие чего его автомобиль угнали. А он остался, в принципе, как говорится, с носом. И его, в принципе, не заботил тот факт, что сейчас где-то его патрульный автомобиль, который ему доверили государством, разъезжает, возможно, где-то за городом, или же используется для прикрытия под нужды каких-нибудь группировок, возможно, даже ограбление ювелирного магазина. Его это никак не заботило, его заботило только то, что я решил, так скажем, убедиться в том, что гражданский после комендантского часа не носит с собой нелегал. На основании всего этого он решил прибежать и, грубо говоря, настучать на меня, мол, я такой плохой, я, будучи полицейским, проверяю людей на ношение нелегала. А данный полицейский доложил департаменту, что его машину угнали? Нет, но он не доложил никому ничего, я был как раз все время с ним, как только машину угнали, я пошел вместе с ним в мэрию, он попросил мне предоставить мои документы, я их предоставил, потому что, ну, это прямая обязанность каждого сотрудника, тем более перед каждым сотрудником. Его нисколько не озаботил тот факт, что он потерял свой служебный автомобиль, и он пошел просто жаловаться на другого сотрудника. Так, кто у нас сотрудник, который потерял машину, можете поговорить? Сторона обвинения же. Я же обвинения. Сторона обвинения. А, вот. Итак, хочу вам задать... Секунду. Хотел вам задать вопрос, почему вы не сообщили в департамент, что вашу полицейскую машину угнали? Вы могли доложить, а какие-то полицейские, которые патрулировали, могли увидеть его в ином? Это очень, очень извиняюсь, но у меня пепли. Можно я пойду? У меня есть одно важное замечание, я скажу после стороны обвинения. Конечно, с стороны обвинения отвечаю на вопрос. Во всех транспортных средствах полиции установлены штатные системы реагирования, а также статные датчики. О угоне и о взломе звонка было старание доложено диспетчеру при взломе. Диспетчер уже получил с информацией о угоне точное место положения данного транспортного средства, так как в каждом транспортном средстве находится маячок GPS, который отображает, где именно находится транспорт. Струнники полиции, как я полагаю, уже занимаются данным делом, поэтому я не посчитал. Нужно докладывать лично. Во всех транспортных средствах полиции установлены штатные датчики, которые могут показать, вы ли звонок в замок или нет. Выйдите, пожалуйста, сюда. Да, пожалуйста, не мешайте. Давид, а ты что, не захотел? Простите. Можно, пожалуйста, после суда. Пожалуйста, после суда. Очень сильно прошу, покиньте. Извините, все, сейчас пройдите за суда. Так вот, сейчас в каждом месте находятся штатные датчики, которые показывают, звонок в замок или нет. И больше, каждую машину можно заплакировать удаленно. На этом занимается только диспетчер, чем, я надеюсь, он уже занялся. Так, это все? Судья, это все. Хорошо. Значит, опираясь на то, что в машине установлен датчик, который помогает отслеживать местоположение, вы все равно открыли огонь по своей же патрульной машине в целях попытаться ее вернуть. Но в тот момент вы, наверное, не думали о том, что там установлен какой-то жучок. Наверное, его и вовсе не было. Ведь угонщики, возможно, уехали и просто сняли этот жучок, когда вы начали по ней стрелять. Это дело не составит большого труда, особенно когда за машиной следит, ну, настолько безалаберный сотрудник, который нисколько не озабудь, как он сам об этом и сказал. Я не оскорбляю никакого сотрудника, я лишь говорю факты, которые вскрылись во время того, что происходило на улице. Ну, я думаю, всем, кто тут присутствует, это и так понятно. Также по полицейским каналам не было ни одной передачи о том, что служебный автомобиль был угнан. Ни диспетчером, ни самим хозяином автомобиля. Вы являетесь диспетчером, вы знаете, что именно было передано диспетчеру, извините, сержант полиции. Все равно есть свой канал по рации, а также есть связь между всеми сотрудниками, которая позволяет связываться в случае чего. Вот, как видите, сейчас началось ограбление ювелирного, но мы, поскольку вы решили пожаловаться на меня за то, что я обыскиваю человека, мы сидим здесь, пока ювелирный магазин грабят. Мы могли бы поехать на ограбление ювелирного магазина и предотвратить его, но вы, увы, потеряли свою машину. Вы, увы, потеряли свою машину, и поэтому мы сидим здесь. Во-первых, во-первых, как уже было сказано, внутри машины находится жбез датчик. Он спрятан не как вы думаете, я вас не знаю, как вас учили в Польской Академии, о его расположении, в принципе, как вас обучали в Польской Академии, если вы даже этих банальных норм и рамок не знаете. Он находится в районе двигателя с моей системой управления, его достать очень проблематически, для этого надо расправить полную систему управления транспортом. У нас также двигатель... Не перебивайте меня. Да. Во-первых, он располагается там. Во-вторых, открыть огонь. Я имею полное право угон против сельского транспортного средства. Я имею полное право применить силу для предотвращения и совершения преступления. Преступление и для, соответственно, того, чтобы остановить преступника. Угонщик на тот момент угнал мой патрульный транспортный, в котором находится дополнительное вооружение полиции, которое может, впрочем, послужить как средство для ограбления банка, либо же как только человек ювелирного, что является штатным вооружением в полицейском транспортном средстве. Я имею полное право для защиты жизни граждан, для защиты... Почему у нас все-таки на поля в суде? Для защиты, в принципе, права и порядка открыть огонь человеку на поражение, что я и сделал. Полицейский датчик также сработал и отреагировал. То, что вам лично, либо же общий полицейский канал не было доложено об этом, я ничего не знаю. И я это не контролирую. Этот контролирует диспетчер. Если вдруг диспетчера нет на смене, диспетчер не удослужился отправить запрос всем полицейским, это уже исключительно не моя вина и не моя проблема. Задача диспетчера отправить получаемые им данные общий канал полиции. В полицейской машине установлены нужные датчики. А вот почему вы выражались некультурно во время своей службы, а для меня это действует как отдельный вопрос. Вы, если я правильно помню, сейчас будет стата, уважаемый суд, ни в коем случае не оскорбление. Почему ты ведешь себя как долбоеб? Если я правильно помню, вы сказали именно это. Почему вы считаете нормальным во время службы выражаться так, тем более, что рядом находилось гражданское лицо? И почему вы считаете, что проверка налегала без официального приказа от мэра или другого высокопоставленного чина? Имеете право по вашему собственному мнению. Не перебивайте, пожалуйста. Сядьте за место и молчите. Очень сильно прошу. Спасибо. Я вам не давал, никому не давал сумму. Все, давайте дальше продолжать. Так вот, почему вы считаете, что без разрешения высокопоставленных лиц, то бишь, либо инспектора, либо замы инспектора, либо мэра, либо других старших лиц в системе полиции, имейте полное право проверять людей просто так, потому что они просто ходят на улицы, просто живут свободной жизнью. У нас свободная страна, у нас разрешено очень многое. И вы не можете просто потому, что вам захотелось взять и проверить человека, нарушить его границы и нарушить его личное пространство, просто потому, что вам захотелось. Потому что считаете, что так будет правильнее. Пока это не прописано в уставе полиции, пока это не прописано в законе, либо же в конституции, вы не можете нарушать права человека прямо посреди улицы. а уж тем более выражаться нецензурной бранью посреди улицы напротив мэрии у меня все товарищи можно сказать во-первых данный человек который угнал вашу полицейскую полицейский ну полицейскую машину он не нес никаких резко рисков и может быть машине не было оружия этого в первом во вторых вы убили человека я так понял или ранили никак нет неизвестно более ранчик в машине было оружие в любой машине установлено посредине вместо по вместо дополнительного бараточка стойка в которой хранится дополнительное вооружение это либо вооружение типа аэр либо же очка в зависимости от звания офицера либо же дробовик типа hm либо же xm но это зависит от штата в любой машине это установлено и это идет на выбор офицера привет ну значит что еще могу сказать показания насчет того где находится датчик с местоположением который передается диспетчеру находится далеко не в двигателе автомобиля в двигателе автомобиля находится например крышка для заливки масла или же поршни или же что-то такое но никак не датчик датчик находится прямо рядом с разъемом оба d2 который находится под рулем и достать до него в принципе стоит знаете чего просто приоткрыть крышку и подключиться туда через определенный порт вот учите мать часть переходим к следующему почему я якобы нарушил личные границы без каких-либо указов во время нашего патрулирования во время комендантского часа мы договорились сотрудниками что мы проведем плановую проверку после комендантского часа на ношение нелегального оружия или же прочего запрещенного какого-либо предмета который также может понести опасность данный момент я опять же говорю то что я видел возле мэрии человека который ходил постоянно вместе с бронежилетом и продавал его другим это как минимум странно возле мэрии продавать бронежилеты а также предлагать их полицейским поэтому он и был обыскан во-первых я бы на месте полицейского тоже бы проверил данного данного молодого мужчина потому что ну продают бронежилет а вдруг он да и мне еще добавление есть я могу добавить насчет диспетчера как такового диспетчера на тот момент не было на службе и никакого сигнала о том то что машина была угнана никому никто не передавал единственное чем был озабочен данный сотрудник в момент того как машина угнали это то что я обыскивал человека и разговаривал с ним в том тоне в котором я считал нужным разговаривать с этим человеком который продает бронежилет вот никакого сигнала никакой передачи от него ник не было ни разу потому что находился в непосредственной близости слышал все что он говорит единственное о чем он просил это показать ему удостоверение после чего он пошел в мэрию а насчет того что система должна каким-либо образом распознать что машину угнали это в принципе странно потому что машина была и так открыта и в нее сесть и залезть и завести машину не составляла особого труда поэтому отсылать диспетчеру было по факту нечего потому что машина была открыта человек не сел спокойно завел возможно двигатель через замыкание проводов и уехал передавать что что машина куда-то двигается это понятно но каким образом она была открыта или же что-то такое ничего не передается потому что она была просто открыта она не была заперта человек который ответственный за эту машину он ну палец о палец не ударил для того чтобы попытаться ее вернуть единственное опять же чем он был озабочен это тем то что я обыскивал человека который продает бронежилеты возле мэрии возле монумента который стоит возле мэрии опять данный молодой сотрудник полиции то есть сержант он несет ответственность за государственные за государственные машины конечно любой сотрудник несет ответственность за государственное имущество в том числе за имущество которое предоставляет ему департамент полиции это везде нормальная практика что полицейские ответственны за то что ему поручили полицейскому поручили дело он ответственный за то чтобы довести это дело до конца полицейскому поручили оружие он ответственный за то чтобы это оружие было в исправном и рабочем виде и состоянии Полицейскому поручили патрульную машину, он ответственный за ее техническое состояние, за ее целость, сохранность, возможно, повреждения, но это, наверное, опционально, потому что бывают разные случаи и, возможно, бывают погони. Он, естественно, за это все ответственный. Как он собирается отчитываться за то, что машину угнали прямо у него из-под носа, я, в принципе, не понимаю. Но он, опять же, в тот же момент собирается отчитываться о том, что я обыскиваю человека, который продает бронежилеты возле мэрии. Можно добавить? Угу. Даю слово за это, в стороне защиты. Ты, как минимум, когда у тебя машину угнали, ты должен был убедиться. Тихо, тишина в зале. Я дал слово в стороне защиты. Ты должен был убедиться, что диспетчер об этом знает, и ты должен был в начале за машиной следить своей. Вот все. Ну, это, опять же, дополнение к всем моим показаниям насчет того, что он, в принципе, не оперировал тем фактом, что машину могли просто спокойно взять и угнать, открыть, зайти в нее и сесть уехать. Он, опять же, ничего не сделал. Так, секунду, я запишу блок. Протестую. Вы можете протестовать сколько вам угодно, но факт остается фактом. Я просто выполнял свою работу, а вы без какого-либо зазрения совести мне помешали, а также оставили свой патрульный автомобиль, который вы позже профукали. Так, последний раз даю слово, значит, стороне обвинения, последний раз, и суд, я уже выношу вердикт. У вас еще есть еще слова? Конечно, есть. Во-первых, показания о том, что машина не была закрыта ложной, так-то, во-первых, этого не могли, знаете, во-вторых, она была заперта. Машина, как я понял, была взломана. Во-вторых, повторюсь, в машине установлены датчики, которые могут спокойно определить взлом замка. В-третьих, вы, видимо, сами не учили матчасть, повторюсь, GPS-трекер не установлен внутри самого двигателя. Он установлен в двигательной части, то бишь в первой части автомобиля, а, скорее всего, он находится ближе к торпеде, но, короче говоря, он находится где-то либо под торпедой, либо ближе к двигателю. Вот, вы, скорее всего, сами не учили матчасть, если вы говорите, что он сам находится под рулем. В-третьих, самое важное, вы так не дали свои комментарии по поводу того, что вы выражались на рабочем месте, я не понимаю, почему вы себе это позволяете. В-четвертых, почему государственный, как я понял, адвокат позволяет себе обращаться к сотрудникам и к человеку, которые находятся в строении имени на «ты», если все это время я ввел общение на «вы», так же, как даже сторона защиты, которая именно, в сторону которого, я когда обвиняю, даже ввел общение на «вы», почему сторона защиты, именно госадвокат, считает нормальным выражаться со мной на «ты»? Хотя он обязан выражаться со мной на «вы». Мы находимся в суде, как минимум. Уважительное общение – это одно из рамок и границ, которые вы должны соблюдать. Вы не должны переходить на «ты» и переходить на личности, тем более. Вы так и подрежите не дали свои комментарии по поводу, мягко скажем, неординарного общения со мной, а по поводу того, что я внесу ответственность за свою патрульную машину, я это полностью знаю, я это полностью подтверждаю. Я внесу ответственность за свою патрульную машину и непосредственно за свои вещи, которые мне выделило государству, за госимущество. Также я предупреждаю, уведомляю Верховный суд, что у меня, как у любого порядочного акцера, кстати, в чем я не уверен насчет нашего обвиняемого, имеется запись с боди-камеры. Вопрос, имеется ли она у него. Если нет, то почему он в задержании без включенной боди-камеры, что входит в обязательные порядки во время проведения задержания, что входит в устав, что является грубейшим нарушением устава, если она у вас была выключена. Так вот, я могу предоставить запись с боди-камеры Верховному суду, а именно судье, для изучения и для более точного вынесения вердикта, и для большего понимания этой ситуации. Так, секунду, я, кажется, сделаю. Хорошо, то, что датчик находится в двигательном, ну, в двигателе. Нет, нет, это неправильно, да. То, что вы сказали правильно, где он находится, еще раз повторите. Там внизу руля находится. GPS, датчик и прочая, любая электроника связана с центральным блоком управления двигателем автомобиля, ну и прочая электроника. Из-за этого отвечают всякие транзисторы, предохранители и прочее. Но голова всегда находится возле разъема OBD-2, который находится под рулем. В основном это находится все слева под рулем. Есть специальная крышечка, которой достаточно открыть отверткой, чтобы просто попасть к этому разъему и подключиться к нему. Поэтому показания о том, что находится где-то в торпеде или же возле двигателя, в принципе, неправильные. Дальше. Насчет машины. Насчет машины он, в принципе, сам признался, что он уже готов нести ответственность за то, что он потерял свою машину и, в принципе, пальцем не пошевелил для того, чтобы ее попытаться вернуть. Это мы тоже уже услышали. Я думаю, люди уже просто устали слушать эту ахинею. Но все остальные присутствующие, думаю, это и так слышали. Насчет того, что запись с боди-камеры есть или нет, она есть у каждого. Вы ошибочно полагаете, что я специально зачем-то... Поэтому ошибочно было полагать то, что я каким-то образом смогу себе отключить, для чего непонятно, боди-камеру. Мне, в принципе, нет никакого резона отключать боди-камеру возле мэрии, чтобы обыскать какого-то человека, который приторговывает, возможно, каким-либо нелегалом. Вот. Нарушать личные границы какого-либо человека я, в принципе, не собирался, потому что я просто выполнял свою работу. Возможно, я увижу у человека нелегал в руках, и мне придется нарушить его личные границы. Это то, что люди себе сами придумали. Я могу с таким же успехом купить себе небольшой прозрачный купол, искать то, что это моя личная граница. Но на меня, как на сотрудника полиции, будут смотреть якобы как на дебила, если я буду ходить вот с таким куполом, называя его своей личной границей. Личные границы созданы для того, чтобы их нарушать, в зависимости от ситуации. И я как раз это сделал для того, чтобы человека осмотреть на ношение нелегала. Опять же, повторюсь, до вот этого вот обыска проводился комендантский час. Было найдено очень много людей, которые вообще не хотели слушаться полицию. Кто-то из них открыто носил нелегал, кто-то пытался сбежать из тюрьмы. Все были нейтрализованы, все найденные нарушители закона и порядка. Они тоже были наказаны. И я просто выполнял работу, как во время Камчаса, так и после него. Насчет того, как скоро понесет он наказание за то, что он упустил свою машину, я думаю, уже стоит обсудить сейчас. Потому что сведения о машине я до сих пор не получаю по внутренним каналам полиции. Он даже сейчас во время заседания не удосужился хотя бы просто рукой под столом набрать сообщение о том, что такая-то машина с таким-то и таким-то номером была утеряна. И просьба ее огромная найти и вернуть. Если он оперировал все же тем датчиком GPS, то он давно уже должен был получить какое-то уведомление о том, что вот сотрудник такой-то, такой-то, заберите свою машину и придите, отчитайтесь. За все время заседания, поскольку мы варимся, скажем, в одном котле, я не увидел ни одного такого уведомления. Значит, машина утеряна пока что безвозвратно, до тех пор, пока что-либо не изменится. Например, не узнается местоположение машины или же его не вызовут либо в суд, либо в полицейский участок, но он уже в суде и ему уже нужно отвечать. Поэтому я не знаю, кто из нас здесь будет обвиняемый и кто уже на стороне обвинения. Кому тут больше нужна защита, я думаю, тут и обвинению, и человеку, который присутствует вот здесь вот рядом. И вам, судья, я думаю, так все понятно. Я думаю, можно уже начать озвучивать наказание или же ваш вердикт. Каким он будет, это зависит уже не от меня, не от защиты, не от обвинения, а именно от вас. Что вы будете делать и какую вы сторону, так скажем, примете. Сторону сотрудника, который выполняет свою работу, возможно, даже иногда выражается, но выполняет ее стопроцентно и без каких-либо промахов. Или же сторону человека, который безалаберно ведет себя на рабочем месте, потерял свой патрульный автомобиль, который ему доверило государство, даже никак не шелохнулся после того, что произошло, и пошел просто жаловаться на того человека, с которым он работает бок о бок. На чью сторону вы примкнете, так скажем, решать только вам. У меня все. В общем, услышав обе стороны, я могу вердикт вынести о том, что Дик Фэннский... Правильно повторите ваше имя? Дик Фэггатсон. Дик Фэггатсон не виновен. За данным гражданином, при исполнении нужно ввести жесточайший контроль, потому что его работа, я считаю, что она неприемлена. Потерял автомобиль, который был куплен на государственные деньги. В государственной казне и так не хватает денег, и чуть-чуть нужно выделять деньги на новую машину. Поэтому Дик Фэггатсон, я считаю, что вы не виновны. Я выношу свой вердит, сейчас я все запишу, и можете выйти из зала. Дик Фэггатсон.